Микс Ньюс. Да, добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас эксперт Игорь Мэй, и мы как раз поговорим о том, как латвийская власть или латвийское правительство реагирует на эту чрезвычайную ситуацию, вызванную COVID-19. Может быть, сначала такой вот первый вопрос, поскольку вы тоже следите за ситуацией, анализируете. Ну, сейчас уже, в принципе, понятно, что после 9 июня какие-то определенные ограничения будут, но, скорее всего, чрезвычайной ситуации продлевать не будет. Эстония уже на прошлой неделе фактически вышла из режима чрезвычайной ситуации. Вот как вам вся эта ситуация, как вы сами вот это время проводили, учитывая ваш опыт в бизнесе, что вообще сейчас происходит, на ваш взгляд, в экономике, что не происходит, как вы вообще это все оцениваете? – Добрый день. Во-первых, мне всегда интересует изучать какие-то вопросы, все-таки начиная с пункта А. – С чего все началось? – Да, с чего все началось. Мы все помним, что все началось в Китае, в городе Юхань, и по общей версии вирус начался в этом городе как бы на рынке, где кто-то съел летучую мышь, и летучая мышь являлась вот как бы переносчиком этого вируса. – Перешла потом в результате человеку. – Да, потом началась цепная реакция, так как там много людей живут. город очень большой, и в принципе вирус очень быстро начал распространяться. Его сразу не заметили, сразу не заметили. Люди, как мы знаем, очень многие летают, едут и так далее. И он через какое-то время, если мы тогда читали, что это как-то нас не касается особенно, а через некоторое время он уже дошел, вирус, до Европы. Потом он дошел до Америки, и сейчас он уже дошел до Бразилии. Ну, как-то так. – И в Бразилии уже что творится, на самом деле. – Да. Вот. И Китай очень как раз быстро со своей ситуацией справился. А ситуация, которая была в системе здравоохранения Европы, особенно в южных странах, как Испания и Италия, там последствия были очень тяжелые. – И сейчас в Великобритании мы видим тоже, какая у них система здравоохранения и какой результат. Как это ни странно. – Особенно, что касается людей пожилого возраста. Ну, так как мы являемся частью Евросоюза, то, конечно, вот все эти ограничения дошли и до нашей Латвии. – И сейчас, ну, как говорится, я человек, которому нравится делать выводы, обосновываясь на цифрах. И если мы посмотрим, какие цифры, сколько людей умерло в Латвии, умерло 22 человека, в основном возраст 50 до 60 и больше лет, и какая-то часть еще старше 70 лет. – Но эти люди, в основном, насколько я читал, это уже были больными и другими болезнями. Так что коронавирус просто добил их, если можно, ну, так сказать. Не болеют молодые люди, да? То есть вот это коснулось в основном старшего поколения. Но если смотреть, что будет дальше, мне все-таки до сих пор, ну, немножко все-таки, ну, нет, не получил, да, ответ на вопрос, если это началось с летучей мыши, почему нам говорят, что будет вторая волна? Тогда, ну, как бы, закройте все эти рынки, да, ну, если опять… и причем о второй волне говорит Китай как раз, что опять оттуда начнется. А почему тогда у нас начнется? Ну, тогда закроем все это, пусть они не приезжают. И здесь, если говорить о последствиях и возможной тенденции этого процесса, я думаю, надо все-таки понять. Если версия один, тогда это медицинская проблема, да, это реальная проблема для вирусологов. И, насколько я знаю, в Латвии у нас вирусологии очень хорошо развиты. Я просто только не знаю, почему, не понимаю, почему так мало этих людей видно в информационном пространстве, да, как бы есть только несколько людей, которые об этом говорят. Но если причина другая, это все-таки продукт лаборатории, я говорю, я не… это просто вариант, как второй вариант, да. Как версия, да. Тогда, конечно, да, как версия, тогда можно дозировать этот вирус когда и где угодно. Это уже опасно, да, это уже вопрос государственной безопасности. Да, вот еще такой вопрос, который хотел задать, многих удивила вообще реакция латвийского правительства не на вирус, а на вот экономические последствия, поскольку сначала министр финансов, мы все хорошо помним, сказал, ну, денег у нас много на этот случай, мы дадим миллиард. Потом он уже вскоре через неделю заговорил о двух миллиардах, то потом уже прозвучала вообще для Латвии фантастическая цифра – четыре миллиарда. И у многих возник сразу вопрос, если мы с такой легкостью, ну, так, можем выделить четыре миллиарда, почему же нужно было этих медиков держать на голодном паке, почему нужно платить пособие, на которое вообще невозможно жить, вот сейчас в Конституционном суде этот вопрос рассматривается. Что-то в этой системе как бы не то. Потом мы вдруг услышали, что вот та помощь при всем уважении, которая будет оказана нашей национальной авиакомпании, она в разы, в десятки раз превышает общую сумму, которая была выплачена по пособию, вот по простою. Но где-то что-то тут не сходится. Вот прокомментируйте, что же происходит? Опять начну от… С самого начала. С самого начала. В Латвии, сейчас вернемся к Латвии только, да, без всех этих вариантов А и Б. Да. В Латвии, в принципе, за три месяца установлено, что заболели 1025 человек, из которых 694 уже выздоровели. То есть цифра, ну, она достаточно маленькая. 22 человек, как я уже сказал в начале интервью, умерли. Тогда вопрос, вот те цифры, которые, Абек, вы только что назвали, мне как какой-то вот адекватности, да, вот какого-то сопоставления, нету сопоставления этих всех масштабов, да, финансовых, да, выделенных с реальными последствиями. И, конечно, ну, можно сказать, да, закрыли границы, там, вся эта дистанция, все эти вопросы дезинфекции, хигиены и так далее, и свое дело тоже сделали, несомненно. Но все равно цифры мне не идут вместе, потому что если на пособие дали 26 миллионов примерно, и это примерно 0,5 процентов, ну, грубо говоря, от общей цифры, тогда где остальные деньги? Хорошо, что 250 миллионов дали AirBaltic. Я думаю, что просто это был вынужденный платеж, потому что AirBaltic, насколько мы помним оба, да, 1 миллиард государству дало гарантии на закупку самолетов, да, я думаю, что, возможно, какой-то уже платеж сейчас приходит и надо расплачиваться, да, но это опять COVID-19 хорошо подошло. Хорошо, закупили маски, закупили дезинфекционные средства, но все равно это даже до полмиллиарда не тянет, да, где же остальные деньги? Вообще, возможно, эти деньги даже еще, ну, не в Волскассе, может быть, они где-то только уже какие-то, есть договор намерения, что мы там их будем брать, это тоже еще неизвестно, где они лежат на данный момент. Ну, как-то так, просто это надо спрашивать господина Рейерса, премьер-министра, пусть он не отвечает на такие вопросы, да. Ну, еще один момент, вот это пособие, саморазмер пособия, он тоже, в принципе, смехотворный, конечно, это лучше, чем ничего, но как можно прожить на 180 евро, на 200 евро, вот эти все пособия? Я не могу ответить на этот вопрос, слава Богу, пока что меня это не касается, хотя оно тоже, я вижу, как я сжал весь свой бизнес, да, до какого-то определенного минимума, но я не понимаю, как с такими цифрами люди справляется, когда надо оплачивать коммунальные услуги, надо каждый день питаться, не говоря там уже о каких-то делах, как что-то купить и так далее. Да, вот еще тоже, наверное, такой важный вопрос, а что вообще будет дальше, вот на вас говорят, что будет дальше происходить, потому что правительство под эту сурдинку, вот под этот кризис говорит о том, так, давайте восстановим 81 статью Конституции, и многие, поскольку, естественно, озабочены больше вот этим вирусом, и люди боятся заболеть, и не думают, конечно, о 81 статье, на самом деле получается, что правительство получит еще больше полномочий, чем сейчас, ну и сейчас, по существу, всем управляет правительство, не семь в парламентской республике. Возможно, все радиослушатели не знают, что такая, ну, 81 статья. Когда-то она, до 2007 года. Да, она работала до 2007 года, эта статья означает то, что если ее принять, да, все равно Сейм должен принять, что полномочия правительству даются такие, что они могут принимать законы, обходя Сейм Латвии. То есть, в принципе, вся демократическая структура, она рушится. Есть несколько людей, которые могут просто принимать решение, и на данный момент это уже происходит. Где-то уже все перевернуто с ног на голову, что люди из правительства приходят в Сейм, уже депутатам дает готовые заготовки, да, под это уже они подгоняют законопроект и голосуют. Это, конечно, мы идем чисто в авторитарное направление. Я уже говорил, под это тоже я вижу вот весь процесс, который связан с административно-территориальной реформой. Все это идет параллельно. Поэтому самое интересное, что оппозиция говорила, слушайте, ну сейчас действительно пандемия, чрезвычайная ситуация. Давайте отложим эту административно-территориальную реформу, неоднозначную, против которой возражают тысячи людей в разных регионах. Давайте отложим, проанализируем. Сейчас не время, но правящая коалиция собирается уже чуть ли не до конца мая принять вот эту административно-территориальную реформу уже в окончательном чтении. Почему они торопятся так? Ну, значит, есть задачи определенные, почему они это делают. И обычно вот то, что они очень хорошо выполняют, это задачи, которые даются извне. Мне это опять-таки, ну я не могу утверждать, но почему вот так усердно не брать в голову мысли, мнения людей на местах, ну иначе я это не могу объяснить. Потому что они же временщики, они понимают, какой результат у них будет на следующих выборах. Поэтому надо торопиться. Да, потому трудно эту спешку как-то рационально объяснить, кроме, конечно, что они хотят, и пока им удается, потеснить зеленых и крестьян. Ну, как-то так. Которые в ряде самоуправлений, да. А вот при этом тоже, помните, мы говорили еще до кризиса, ну, случится эта реформа. Ну, хорошо, формально будет 42 самоуправления вместо 119. А что коренным образом изменится в жизни вот этих жителей? Что у них, не знаю, работа появится, дороги появятся? Деньги пойдут вообще в результате в эти регионы? Ну, Пабик, я опять уже вам говорил, что я сторонник децентрализованного общества, да. Конечно, можно сказать, там мало людей, они там сами не разберутся. Но тогда надо сделать переходной период какой-то, да. То есть, есть территории, которые не справляются, и те, которые не справляются через какое-то время, да, их присоединяют тем, которые справляются. Ну, просто так механически взять и просто пересвивать карту, я никакого смысла в этом экономического, политического, гуманитарного не вижу. Если мы говорим об экономических последствиях, ведь очевидно, что вообще всему миру вот эта пандемия нанесла колоссальный ущерб, но, посмотрите, почти 25 миллионов безработных в Соединенных Штатах. Многие это уже сравнивают с Великой депрессией 29-го года. Да, в других, ну, все страны вообще и богатые, и небогатые пострадали ужасно, но, видимо, Латвия тоже еще это ощутит. Вот вы видите, что у правительства есть какой-то четкий план действий после кризиса. Ну, хорошо, кому-то еще дадим пособие месяц по-простую, кому-то эти налоговые каникулы. А дальше что? Ну, посмотрим, кто руководит на данный момент страной, да? Да. Страной руководят два человека с двойным гражданством, и они в любой момент могут отнестись к своему статусу как к временной командировке. И когда уже будет какая-то проблема, которая уже будет, ну, настолько видна и, возможно, нерешима, и которая уже будет связана с критической ситуацией в стране, они спокойно могут воспользоваться вторым паспортом и спокойно улететь с Латвии, там, куда они, там, в Германию и в Америку. Это очень опасно. Ну, я считаю, что мы еще недооценили эти риски. До конца, да? Да. Потому что президент и премьер-министр являются гражданами других стран. А вот почему-то мне создалось такое ощущение, даже не ощущение, а уже такая уверенность, что, опять-таки, о малом и среднем бизнесе, это ведь основа любой экономики, никто думать не будет. Понятно, что первые пострадавшие были, это все связано с гостиницей, туристическим бизнесом, потому что просто нету туристов. И когда они появятся, никто не знает. Вряд ли жители Литвы и Эстонии, то, что они тут будут приезжать на машинах, на один день спасут нашу туристическую отрасль. А все остальное, все остальные фирмы. Абрик, вы в прошлый раз мне спрашивали о новом мировом порядке. Да. Ну, вот как раз в этом новом мировом порядке средний слой никому не нужен. Я когда-то говорил с одним эстонским предпринимателем на эту тему. Он сказал, да, то есть вот это первые, которые должны исчезнуть. Это вот как раз этот маленький средний бизнес. Почему? Потому что они свободные люди. Они не зависят от государства. Они могут говорить и делать то, что они считают правильным. Они не находятся в этой вертикали. Они нужны, вот если уже приходят трансноциальные компании, они более талантливые, способные, нужны как менеджеры. Но не как самостоятельные люди, которые определяют сами свою жизнь и жизнь людей, которые находятся вокруг них. Вот вы мне сказали, что ситуация, ну, учитывая ваш жизнь и опыт, вам напоминает вот конец 80-х годов. Чуть-чуть поясните, что вы имеете в виду. Я думаю, многим нашим радиосуществам, которые тоже из этого поколения, тоже будет интересно, может быть, вспомнить эти параллели. В конце 80-х годов, когда мы жили в советском пространстве, была Латвийская Социалистическая Республика, мы знаем покупательную, те, которые жили, помнят покупательную ценность рубля, что можно было купить. Вот, например, представим, в 88-м году, Абик, да, у вас был дом, ну, стоил примерно 20 тысяч рублей. Я пришел, я говорю, я должен, я готов эту сумму выложить. Это для тех времен очень солидная сумма. Это были очень большие деньги даже, да. Ну, вот, я в 88-м году купил у вас дом. Потом... За 20 тысяч. За 20 тысяч. Потом пришел 91-й год. Да, репщики. Да, и разделили ваши рубли на 200. А я остался с домом, а вы остались со 100 рублями, со 100 латами. Да. Да, представьте. Вот, и вот что-то, когда я читаю про то, что федеральная резервная система, финансовый рынок, рынок ценных бумаг, и тоже делает сейчас лагард в Европе, да, эмиссия в триллионах, триллионах и долларов и евро. То есть, просто включили печатный станок, да? Да, печатный станок включили. Я думаю, что те, которые руководят этими процессами, они очень хорошо просчитали, что надо своевременно поменять одни активы на другие. А что другие активы? Это реальная, скажем, авиакомпания, это недвижимость, это недвижимость гостиниц, это природные ресурсы. И в этот момент, когда они это, возможно, поменяют, вот вся эта масса денег, да, она просто может лопнуть, как по примеру советского рубля. Конечно, это никогда никто заранее вам не рассказывает, что это произойдет, но я просто наблюдаю за этими процессами, да, еще сейчас, в принципе, если понаблюдать за ковидом, да, останавливается экономика везде. Это не только, ну, это глобально она останавливается. Это значит, что если экономика не работает, основные средства начинают падать с своей стоимости. И те, которые будут в правильном моменте при деньгах, они смогут это все перекупить. Вот тоже интересный аспект. Вот мы ведь не слышим, что правительство говорит, что да, вот у нас сейчас будет проблема с наполнением бюджета, кризис, мы будем сокращать расходы на содержание госаппарата. Ну, об этом они не говорят. Зато они говорят о том, что вот мы будем отменять микропредприятия как таковые, будем еще чего-то зажимать. То есть, видимо, какие-то еще налоги, возможно, и повысят. То есть, фактически, опять нам говорят, что нужно вообще затянуть пояса. Ну, насчет госуправления, я думаю, что госуправление в таком количестве, как Команай работает сейчас, будет работать до времени, пока наше правительство не решит главные задачи внешних кредиторов. Это, и возможно, вот этот пара сооркоординации с центром, это уже первая ласточка, что вот это создается новая структура, которая будет управлять государственными активами. Да, то есть, это будет под руководством президента министров, да? Да. Министр президента. Да. И там оперативно можно будет уже решать вопросы. И надо будет там спрашивать господину уже бывшему экономики Немира, вы там хотите, то есть, там, заключать договор по, ну, там, Латвенерго, да, скулты, с терминалом, да, уже за конкретную цену там на сколько-то лет. А это будет, сойдет все эти… Имеется в виду газовый терминал скулты, да? Да, все эти рычаги придет в одни руки, и они уже там разрулили, как надо. И вот пока им этот электорат чиновников был нужен, они его держали до последнего. А если это все уже основные задачи решат, там тоже начнется большие перемены. Это мой прогноз, я это не утверждаю, это просто прогноз. Ничего не слышно все-таки о ликвидации ОИК, вот этого знаменитого компонента зеленой энергии. Об этом мы уже говорили, да. Опять-таки, много демагогии, много неправды вокруг этого, потому что изначально идея была этим ОИКом поддерживать малые гидростанции, ветряные станции, да. А их оказалось там, ну, может быть, 20% от общих получателей, да. Основной получатель ОИКа – это Латвенерго, да, который работает ТЭЦ-2 на газе природном. Вот и все, да. А это уже, мы платим вот этот ОИК, он идет в Латвенерго, и Латвенерго через дивиденды заполняет тот же государственный бюджет. То есть это еще скрытый налог. И рассчитывается с нашими кредиторами в том числе, да. Так что весь алгоритм построен так, что это менять нельзя. Это будут слишком серьезные дяди обидеться, если им вовремя не будут поступать те деньги, к которым они привыкли. Реально, что как в виде процентных платежей, которые до сих пор поступали. Ну, примерно так. Если вы говорите о Риге, о Риге нельзя не сказать, поскольку, ну, судя по всему, на сей раз выборы откладываться не будут, и 29 августа они состоятся, неочередные выборы Рижской Думы. Такое ощущение, что правящие партии уже уверены в своей победе, но, видимо, им в кризис особенно важно взять Ригу под контроль. Учитывая те вот ресурсы финансовые большие, которые в Риге вообще вращаются. Возможно, я здесь уже человек не объективен, так как я в Латвии и Земле и Ксавии не бы сам буду участвовать в этих выборах. Ну, поскольку еще предлубленной кампании нет. Еще не началось, да, я могу сказать. Нет, мы не будем говорить, может быть, о конкретных партиях, но вообще о том, что будет происходить. Не начнется ли просто, знаете, такой вот чемпионат, кто больше чего это будет пообещает. Там же звучат разные идеи, кто-то говорит, давайте всем бесплатный общественный транспорт, там еще что-то кто-то скажет, всем каждому по новой квартире. Помните, на выборах там были группы, которые сказали, всем полицейским там что-то дадим по квартире, медикам по квартире и так далее. Те, которые придет в Рижскую Думу, новый состав депутатов, им, конечно, будет интересно посмотреть, что сделали три чиновника, которые на данный момент руководят городом Рига. Да, как-то неудивительно. То есть, причем это не основная их работа. Нет, по совместительству. По совместительству. Между делом, подумаешь, маленький город какой-то, да, ерунда. Ну, посмотрим, что они там продали, что купили, да, какие там закупки совершили, да, по разным виртуальным вопросам. Нам же нравятся все эти IT-технологии, там, ну, там, я думаю, что там аудит нужно будет делать так или иначе, да. Те, если, ну, там, марионетки не придут, опять-таки, да, которые будут делать то, что им большие дяди говорят. Да. Ну, в принципе, да, 29 августа, вроде бы сейчас, ну, эта дата названа, да, будут выборы в Рижскую Думу. Будет ли это, не будет. Что еще будет до 29 августа, ну, бог знает. Да, так что, ну, вообще, я так понимаю, много чего в городе предстоит делать, да, с учетом состояния дорог, улиц, мостов, да. Ужас, да, ну, я думаю, что вообще тема вот ремонтных работ, я так вот уже слышал, сколько у нас домов находится, жилых домов, аварийная ситуация, постройки там 70-х годов, да, которые уже полвека уже им был какой-то там. Ну, имеете в виду хрущевки, бреженки так называемые, да. Да, 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 и я, ну, думаю, что вот те, которые придут, ну, там как раз будет очень важно, чтобы там пришли люди, которые понимают в этом, которые умеют руководить процессами, проектами, понимают, ну, то есть суть, и это, там, ну, там уже политики может быть мало, может быть реально большие-большие проблемы как раз с жилым фондом. Да, вот интересно, возвращаясь, может быть, к тому с первой части нашего разговора, ну, вот мы знаем, что еще до пандемии фактически резко сократился грузопоток через Латвию, да, железная дорога начала сокращать людей, там сколько, 1500 человек они собирались сокращать. Понятно, что в портах тоже, в связи с этим тоже упал грузооборот, и вряд ли после вот этой чрезвычайной ситуации резко ситуация улучшится. Туризма сейчас тоже нету. Вообще, банковский бизнес, где бы с нерезидентами, мы еще разобрались до всякой пандемии. Как будет Латвия зарабатывать, вообще себе представляете, как вот мы будем зарабатывать? Туризма нет, транзит минимален, нерезидентов, то есть притока финансовых средств извне в банке тоже нет практически. Как мы будем зарабатывать? Я даже бы не ставил вопрос, как мы будем зарабатывать, я ставил вопрос, как мы будем жить. Да, можно так поставить, да. И в этой ситуации, я думаю, самая тяжелая ситуация может оказаться как раз Рига, потому что жить в Риге дорого. Ну, вышел куда-то, там, кофе попил, смотри, там, 5-7-10 евро, да, и так далее. Припарковался? Припарковался, там уже, там, сколько, да, вообще ты уже там ничего даже особенно не купил, да. И ты посчитай, ты уже 10 евро потратил, да, что если ты 30 дней хотя бы в таком режиме живешь, ты уже 300 евро потратил. Да, и ничего особо не купил. И тебе еще надо, то есть, бруто зарплату, то есть, ну, заработать, это где-то там, ну, 500 с чем-то евро. Это только на одного, если нет детей. Да, это чтобы ты кофе попил, и чтобы ты припарковался, да, а тебе еще же это, это, это надо платить. Поэтому я не знаю вообще, вот кто Риге, ну, сможет жить, да, вот при такой дороговизне. Ну, ты можешь даже особо ничего не делать, но коммунальные услуги, ну, все равно, да, все эти платежи идут. И я вот так наблюдаю тенденции, что многие все-таки переселяются, ну, где-то дальше, да, где-то, скажем, ну, на окраины, да. Уже дальше, может быть, даже в деревню, да. А там уже жизнь, ну, более безопасная в таком плане, да. Если ты можешь создать какую-то элементарную вещь для себя, там что-то посеять, потом уже картошку, там, это поставил, как раньше жили, да. Огукцы, да. Да, 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 да. Вот те, вот как раз вот те, те будет более безопасная ситуация. Вот что касается тех, у которых такой возможности нет, и не будет денег, ну, я даже не хочу думать об этом. То есть это будет все очень сложно. Да, потому что вот в плане налогов, да, говорил вот этот нерезидентский бизнес, транзит, сейчас еще, это, отрасль туризма, вообще не только туризма, но все, что связано с туристами, да. Это рестораны, это кафе, я не думаю, чисто вот человек приехал, там очень много компонентов в этой сфере. И вот я даже смотрю вас с таким удивлением, что очень мало наши большие отели, да, как-то слышно их, но они, в принципе, принадлежат ноге уже кое-кому, да. Да. И, может быть, просто у них, это мать там, которая находится за рубежом, ну, мат с фирмой. Да, материнская компания. Материнская компания, у них какие-то более серьезные резервы есть, да, они могут там закрыться, хотя мы же знаем, тот же гостиничный бизнес, он раздельный. Есть недвижимость, один собственник, есть оператор, да. Оператор, который управляет, да. Да, как мы смотрим, вот Редисон, да, это оператор, да, Кемпинский, это оператор. Но все равно оператор уже тоже, ну, как-то он должен потом мобилизовать опять людей, и как-то мы эти между собой вопросы решаем, там, платить аренду, да, или как-то уменьшить потом, когда опять будет возможно. Но они очень тихо как-то себя ведут, да. Наверное, им запас прочности такой большой, что они особенно не возникают. Да, я думаю, что мы успеем принять, наверное, звонок. Да, добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Да, добрый день, Янис, меня зовут. Вот у меня всегда вопрос к таким гостям, когда вы приходите. Ну, вот разумный человек, не знаю, как зовут, но сразу видно, разумный человек, понятно, что он говорит то, что нравится мне. Вопрос к вам. На государственные телеканалы, на других латышеских площадках вы выступаете? Вы можете то же самое говорить? Спасибо. Спасибо, да, Игорь Мэй у нас в студии. Еще раз напомню, все-таки специфика радиостанции в том, что, может быть, кто-то сейчас сел в машину, включил, не услышал, кто именно беседует. А вообще, да, действительно, вот это хороший такой вопрос. Под заново с эфира. Насколько вообще какие-то альтернативные точки зрения вообще звучат в информационном пространстве, в том числе на латышском языке? Я отвечу так. Так как я и пишу статьи, и в основном, я уже много статей написал в журнале «Открытый город», и, в принципе, я иду туда, куда меня приглашают. Если меня приглашали в ЛТВ-1, я бы пошел. Если меня приглашали в Латвии с Радою, первую программу, я бы тоже пошел. Ну, не приглашают. И потом мне очень так смешно слушать, да, что, ну, там же бирка какого-то агента Кремля уже где-то появляется в каких-то анонимных там порталах. Это, конечно, ну, вызывает просто смех, да. И я люблю свою родину, я люблю Латвию, и я никогда не буду, ну, работать на что-то или на кого-то, да, что вредит моей стране. Что бы я ни думал о правительстве и так далее. Так что вот это ответ. Я просто меня не приглашают. Ну, вот так. Да, вот, может быть, еще такой вопрос, ну, под занавес эфира. Вот есть у вас понимание того, а что сейчас происходит внутри правящей коалиции? Потому что, с одной стороны, они нам говорят, видите, как вот мы принимаем все решения, собираемся два раза в неделю. С другой стороны, мы видим вот это такое довольно сильное противостояние, там какие-то обвинения публичные по поводу кадровой политики. Мы видим, что происходит сейчас вокруг одного видного деятеля новой консервативной партии, которая тоже в Ригу собиралась идти, не зная, пойдет ли больше всего случившегося. Я считаю, что очень многое зависит от Латвии и Земли и Кусовени, от Союза зеленых и крестьян, если взять объединение. Которое оказалось, в принципе, в оппозиции. Да, которое оказалось в оппозиции. И если вот партия, ну, я как бы вижу, что происходит, она сплотится, вот те люди, которые преодолевают, некоторые должны преодолеть какие-то свои амбиции, то, возможно, она еще в этом сейме может войти в правительство. Несмотря на весь этот фактор, который пытается говорить. Нет, там серьезно. Там Лейнберг, вот. Да, нет, ну, там, понимаете, вот явно концерты в оппозиции, да, вот вы спросили. Да. Ну, посмотрите, да, если там начнется большие проблемы с господином Юрышем, да, то, конечно, но есть какие-то дальнейшие уже шаги. Тогда господин Каринч должен смотреть, да, если там настолько уже все, да, запахло, да, там, арест господина Спаранца, там, ну, вот весь этот круг людей, которые там как-то дружно жили, то это может стать какой-то уже взрывной ситуацией. И если отберут, ну, уже дальше, возможно, да, под сомнение поставят господина Борданса, да, с его, ну, выдача гостайны, если убрать, вот, уже, там у них три министра, Лынкает, и Щуплинска, и Борданс, то кем-то их заменять надо тогда, если они выходят из коалиции, да. Ну, я думаю, ситуация и взрывоопасная, но я думаю, что очень важно, как вот, что будет происходить в Союз Зеленых и Крестьян в этой ситуации. Да, вот это посмотрим, да, и для этой партии тоже интересная такая проверка оппозиции, посмотрим, как все дальше будет происходить. Игорь Мэй у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо.